Я передаю слово министра Наслава Белорисовича Гагминат Назураму Даршевичу Насакену. Здравствуйте, министр. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович Косисович. Уважаемые коллеги, во-первых, искренне приветствую вас всех и хочу еще раз поздравить по случаю 75-летия общей победы в Великой Отечественной войне, самой кровопролитной войне в истории человечества. 9 мая – это священная дата для наших народов, которые понесли наибольшие потери и внесли решающий вклад в разгром фашизма. Весомый вклад в победу над фашизмом несла антигитлеровская коллекция. Память о погибших, память о подлинных причинах, породивших угрозу установления нацистского господства. Память призывает и сегодня совместно противостоять попыткам героизации нацизма и фашизма, распространению идеологии, воинствующего национализма и ксенофобии. Еще раз поздравляю всех нас, уважаемые коллеги, с великим праздником. Уважаемая Абдулла Искафизовича, я искренне благодарен вам за вашу инициативу провести намеченное заседание, первое по сути мероприятие уставного органа СНГ, запланированное в рамках председательства Узвекистанской стороны в Сотружестве, поделяющегося своей целенаправленностью и насыщенностью. Естественно, пандемия вносит корректировки как глобального характера, так и на национальном уровне, также в контексте деятельности СНГ и функционирования ее органов. В Орнении на сегодня выявлено 3538 случаев заражения инфекцией нового типа, из которых 1430 человек уже выздоровели и, к сожалению, было 47 случаев со смертельным исходом. 16 марта в стране установлен режим чрезвычайного положения, который с 4 мая действует с определенными послаблениями. Разрешены почти все виды экономической деятельности при условии, что работодатели обеспечивают соответствующие условия труда в целях предотвращения распространения коронавируса. Общество Армении постепенно адаптируется к жизни в условиях коронавируса, и наше правительство с целью минимализации негативного воздействия на сегодняшний день реализует 17 программ государственной поддержки на сумму порядка полумиллиарда долларов США. Возвращаясь к теме нашего сегодняшнего заседания, по согласованным вопросам у нас уже нет возражений, и мы их поддерживаем. Вместе с тем, хотел бы пару слов сказать отдельно. Перечень предложенных вопросов условно можно разделить на два блока. К первому блоку относятся вопросы, на продвижение по которым динамика распространения коронавирусной инфекции взаимосвязана в меньшей степени. В их числе, на наш взгляд, очень интересный проект «Культурная астралийца» право реализации которого в 2022 году перейдет к киргизскому городу Каракова. В этом ряду перечислют также и проекты соглашений, регламентирующих взаимодействие оборонных ведомств в формате заинтересованных государств по таким направлениям, как гуманитарное разминирование, совместная объединенная система связи, актуализация перечных формирований предлагаемых, в том числе и армянской стороной, подразделений для включения в состав группировки пограничных и иных ведомств государств, участников СНГ, направляемых для урегулирования и ликвидации кризисных ситуаций на внешних границах. Это важное направление межгосударственного взаимодействия и важные документы. Из анализа объема документов, принятых за последние почти два десятилетия в рамках СНГ, под данным направлением усматривается, что их подписантами являются страны, которые не только в рамках содружества, но и в более углубленных форматах, в форматах на 6 и 5 стран, на деле подтвердили свою готовность к более продвинутому формату сотрудничества в этой области. Более того, работа в рамках указанных интеграционных объединений продвинулась далеко вперед, и может есть смысл подумать о необходимости концентрации усилий в этих рамках. Что касается второго блока вопросов нашей повестки, к ним можно отнести вопросы, при реализации которых уже очевидно, что придется учитывать фактор пандемии. Это стратегия сотрудничества в области международного молодежного сотрудничества, физической культуры и спорта, туризма, седевого университета и основных мероприятий сотрудничества в области культуры. В принципе, эти документы были разработаны в русле обеспечения преемственности с аналогичными, ранее принятыми и не учитывая того обстоятельства, что в ближайшее время придется более интенсивно практиковать дистанционные методы взаимодействия. Этот фактор, полагаю, найдет свое отражение и будет учтен соответствующими органами отраслевого сотрудничества СНГ при разработке среднесрочных планов реализации мероприятий. В этот непростой период согласованные действия государства, в том числе и в целях координации подходов противодействия распространению пандемии и коронавируса, наиболее востребованы. В формате сотрудничества, на основе наработанной годами правовой базы, необходимо будет сделать акцент не просто на экономику, а на инновационную составляющую, с учетом новых реалий, продвигать культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в сфере молодежной политики, туризма, науки и так далее. В заключение, уважаемый Абулазис Хафезович, я вынужден возразиться к вопросу, поднятому моим коллегой, уважаемым господином Амадиаровым, относительно Нагорно-Карабахского конфликта, который обсуждается в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Я не намерен долго говорить на эту тему. Мы продолжаем очень интенсивно работать в этом формате. Нет альтернативы мирному регулированию. Мы намерены на практическую работу и проводили эту практическую работу два года и намерены также продолжать. Конфликт угрозы силы, применения силы отвергается. И эти акценты, которые я слышал сегодня, отвергаются очень сильно. И разрешение этого конфликта основывается на, в принципе, компромиссе. Компромисс означает отвержение также максималистских позиций какой-либо из сторон. и сопоставление тех обязательств, которые страны берут на себя, стороны берут, все стороны берут на себя, для достижения сбалансированного, прочного компромисса. В этом настроении и с этими намерениями мы продолжим работать в процессе мирного урегулирования со всей серьезностью и с намерениями достижения исключительно мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Еще раз благодарю вас, Аббулазис Хафизович, за вашу инициативу и за возможность провести наше заседание сегодня. Я хочу поблагодарить также Сергея Николаевича за очень эффективную работу и за организацию нашей работы за весь этот период. Я действительно очень высоко ценю это. И еще раз благодарю всех. Продолжение следует... Продолжение следует...